Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор книги Жан-Пьера Дюпюи «Знак священного». Это книга для тех, кто устал от современных дихотомий в политике и экономике, естественных и гуманитарных науках. Эта работа Дюпюи увлечет и взволнует. Дебаты между австрийской школой и кеньсянской школой, споры вокруг Джона Роллса по вопросам справедливости, ярости вокруг трансгуманизма и ядерного холокоста – это небольшая выборка современных проблем и лишь некоторые из тем затронутых в этой книге. Для тех, кто интересуется человечеством в целом и философией, международной политикой, экономикой, социальной теорией, антропологией, работа будет познавательной и интересной. Имманентная обреченность человечества в мире без священного должна подействовать, чтобы обуздать высокомерие современного человека и его нигилистические наклонности. Но для этого необходимо то, что может предложить только истинная трансценденция. В своей работе Жан-Пьер Дюпюи стремится сплести связи между различными областями знаний – экономикой, антропологией, эпистемологией и так далее, чтобы лучше понять явления, с которыми сталкивается современный мир, будь то финансовый кризис или риск уничтожения, который несет человечеству разработка оружия массового уничтожения. Дюпюей анализирует теорию справедливости в свете эволюции либерализма. В либеральном обществе, то есть обществе без трансцендентности, человек должен быть сохранен от многих. Перспектива самопожертвования индивидов в пользу сообщества, которое когда-то обеспечивало постоянство социального порядка, теперь отвергается. Но это отсутствие трансцендентности и вытекающий из него индивидуализм порождают зависть, которая постоянно угрожает социальному порядку. Отказ от жертвенности и отказ от зависти, которую порождает этот первый отказ – вот что составляет по мнению Дюпюей рамки, в которых должна читаться любая современная теория справедливости. Отсутствие трансцендентности также ведет человека к саморазрушению, но он не хочет верить в это разрушение. В этой книге автор представляет собой одновременно бортовой журнал и метафизическую детективную историю, в которой он выслеживает след священного во многих областях, а объединенных стремлением освободиться от него – экономики, этики, психологии, политической философии, биологии. Фундаментальный вопрос – это вопрос о фигурах священного в мире, где якобы отсутствует трансцендентность. Это происходит потому, что, не избавляясь от сакрального, рассматриваемые системы тем более подвержены влиянию сакрального, которое не всегда произносит свое имя, но вновь появляется под именем, например, случайности. В диалоге с работами Рене Жерара эта книга исследует сакральное как механизм самоэкстернализации человеческого насилия. Автор осуждает бессилие современных рационализмов по стичь форму самотрансцендентности. Бессилие, вызванное отрицанием сакрального, которое их конституирует. Десакрализация мира делает нас бессильными перед лицом насилия. Священное – это не источник насилия, а устройство, которое его сдерживает. Этот глагол следует понимать в двух смыслах – охватывать и отталкивать. Сдерживать и содержать. Придерживаясь просвещенного катастрофизма, автор говорит о том, что является не столько событием, сколько структурой. Катастрофа – это действительно видение мира. Катастрофа, по мнению автора, присутствует в сознании для того, чтобы она не сбылась. Это своего рода самоисполняющееся пророчество, предсказание, которое обречено. Если его воспринять всерьез, оно не сбудется. Точнее, сбыться может оно как можно позже. Также автор предлагает нам преодолеть текущий кризис изнутри. Это то, что он называет просвещенным катастрофизмом. И следует отметить, что Жан-Пьер Дюпи не Нострадамус. Он просто предостерегает от того, что открывает апокалипсис, насилие людей, природные катастрофы и тому подобное. Автор предлагает читателю по-другому выразить кризис и современный мир. Достаточно привести такой пример. Говорить об энергетическом кризисе неверно. У нас слишком много ископаемых ресурсов. Так говорит Дюпи в своей книге. Автор не отрицает, что кризис существует, но он ставит под сомнение обычно упрощенное восприятие кризиса, из которого вырывается структура сакрального. Сегодня нам больше стоит опасаться хороших парней, чем плохих. Так говорит Дюпи. Во второй главе автор характеризует науку как теологию, которая игнорирует себя. Автор не занимает позицию осуждения науки, но настаивает на необходимости переосмысления концепции автономии. Полностью автономное общество согласно условиям богословско-политической проблемы должно было бы обходиться без трансцендентности. Но любое автономное общество ограничивает себя. Поэтому не в состоянии мыслить автономно в ее максимальной радикальности. Снова цитата из книги, которая лежит в основе когнитивных наук. В третьей главе, которая посвящена теме религия, природа или сверхприрода, знак вопроса, он, называя себя интеллектуальным христианином, автор видит в Евангелии условия возможностей всей человеческой науки. Христианство является, цитата, религией конца религий. Конец цитаты. Дюпи. Что дает возможность автору критиковать одну из дисциплин, о которой он писал на предыдущих страницах. Это дисциплина когнитивизм. Когнитивизм и когнитивные науки становятся жертвами понятия, которые автор считает бессмысленным. Это понятие релевантность. Вместо когнитивистских концепций лучше было бы черпать вдохновение в понятиях, сформулированных Рене Жераром, в частности в понятии жертвенности. Так считает Дюпи. И вспомнить парадокс, хорошо известный антропологам. Преступно убивать жертву потому, что она священна. Но жертва не была бы священной, если бы ее не убили. Легко видеть, что жертвенное мышление ведет к так называемому размыванию категорий. Антропологическое описание требует от нас путать именно то, что анализ различает. В четвертой главе автор прослеживает знак сакрального в случайности. Случайность, которая для современного человека приравнивается к неопределенности, управляет основными институтами общества в несовременных обществах. Этот феномен проявляется в выборе козла отпущения, разделе земли, в выборе короля карнавала или демократическом методе древних. Не отождествляясь современной бессмысленной случайностью, первобытная случайность играет активную роль в процессе принятия решений. Она заражена намеренностью. Дюпюи предлагает много проницательных и одновременно тревожных идей о том, как мы должны думать о религии и о том, как современная наука, политика и экономика функционируют благодаря ритуалам и квази-религиозной иррациональности. Для таких мыслителей, как Дюпюи, современный светский либеральный общественный порядок является продуктом разочаровывающего, демистифицирующего воздействия современности, но это историческое развитие, которое Дюпюи вслед за Жераром приписывает христианству, не мешает нам продолжить создавать новых богов. Потребность общества во внешнем, из которого можно представить пределы человеческой свободы – это потребность священным, которую нельзя игнорировать или легко удовлетворить здоровым способом. Дюпюи находит множество примеров присутствия и одновременно слабости священного в первичных институтах и ритуалах современного либерального государства. Рассматривая разгул современного технокапитализма, Дюпюи предлагает читателям принять светскую эсхатологию. Когда мы смотрим на настоящее с точки зрения будущей катастрофы, как будто она уже произошла. И в то же время смотрим вперед с точки зрения нынешней случайности, когда надвигающаяся катастрофа не является неизбежной. Не все аргументы, приводимые Дюпюи, убедительны, а некоторые довольно тупы, включая большую часть заключительной главы. Но попытка мыслить по этому уникальному пути принесет много пользы. В этом видео мы с вами дали небольшой обзор и экскурс в книгу знак священного Жана Пьера Дюпюи. Это по сути третья, может быть четвертая книга, которую я прочитал из серии студия религиоза. Если резюмировать, то это пока одна из самых слабых книг из этой серии, из тех, что я прочитал. Мне кажется, что сам автор слишком сильно заигрался в повестку. Он сюда примешивает и часы судного дня, которые двигают туда-сюда, никак не додвигая до полуночи. То ли глобальное потепление и так далее. То есть, он смешивает в кашу всю вот эту повестку, которую нам талдычат чуть ли не с середины 20 века, но при этом он не может выйти за рамки ее и подумать о том, а как по-другому можно было посмотреть на все то, что происходит. И если бы я не смотрел лекции Андрея Фурсова, например, или не был подписан на Виталия Трофимова-Трофимова, который занимается вопросами создания фамилии и продления своего рода, накопления различных видов капитала, репутационного, финансового, социального и других. Я бы, может быть, и поверил бы тому, что пишет этот автор. Но, смотря на процессы, которые происходили как раз в тех самых 50-х годов 20 века, с точки зрения хотя бы названных мною авторов, эта книга выглядит очень-очень слабо. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok